Прежде чем попасть на этот самый песчаный берег, гостям предлагают узнать, где расположены его главные объекты. У входа на пляж отдыхающих встречает информационная табличка, здесь есть схема размещения. Рядом буквально в десятки метров от главного входа специальный въезд для людей на инвалидных колясках. У нас телефончик здесь, по нему звонят, открываем и проезжают прямо до раздевалочки. Это у нас раздевалка для маломобильных граждан. Как видим, здесь достаточно чисто, есть крючки, есть поручни, есть даже сиденья. И размеры подобраны специально для того, чтобы человеку на коляске было удобно здесь находиться. Рядом обычные раздевалки и их достаточно много. Переодевшись, самое время занять шезлонг. Один под тентом стоит 200 рублей в сутки, под зонтиком немного дороже. На весь день комплект зонтик и два лежака, 600 рублей. С 8 до 8. После оплаты выдают чек. Теперь можно идти купаться. Вода в море чистая, как и песок на пляже. Через каждые 30 метров стоят урны. Затем, чтобы здесь не было мусора и водорослей, следят каждый день. Ребята выходят, кучкают граблями, потом мы все это собираем в прицепы, вывозим. Если хороший шторм и направления бывает, и много бывает, мы там по два, по три прицепа вывозим легковые. Ну а от бытового мусора, который остается от наших культурных отдыхающих, мы эту уборку делаем ежедневно. Даже не ежедневно, ежеутришно. Пляж Песчаный. Заходить в море удобно. В дополнение к этому для маломобильных граждан в воде установили пандус, а зону купания ограничили буйками, как, собственно, и участок для купания детей. За безопасностью с двух вышек следят четверо спасателей. Еще один наблюдает с берега. На пляже есть две лодки, которые каждое утро спасатели выносят на берег, чтобы в случае чрезвычайной ситуации прийти на помощь вовремя. В данном году первой помощи оказывались только людям, которые получили травму у нас. При входе на берег поранил палец, содрал локоть, ногу. Помощи терпящим бедствия людям на воде еще не было. Здесь же, возле спасательной вышки, можно узнать температуру воды и воздуха. Но солнечные ванны и купание в море – это еще не все. На пляже много торговых ларьков и кафе есть, и детская зона отдыха. В общем, можно сделать вывод, что отдыхающие пляжи надовольны. Все для детей удобно, все замечательно. Пляж, вода. Все мне здесь нравится. Вся инфраструктура создана. Все под рукой, как говорится. Но негативных нет впечатлений, только позитивные. Пляж ухоженный, убирают бумаги, все. Медуз даже вылавливают. Хорошо здесь. После купания продолжить водные процедуры можно в душе. Каждый день воду набираем со скважины питьевую. Привозим сюда и набираем души два раза в день. Внутри чисто, как и в большинстве местных биотуалетов. Но не во всех. Здесь мы видим биотуалет. Он необычный. Он для маломобильных граждан. Здесь есть поручни. Как мы видим, здесь не совсем чисто. Как нам сказал владелец, часть туалетов убирают каждый день своими силами. Часть туалетов убирает другая организация два раза в неделю. И, в общем-то, запаха неприятного здесь нет. В планах установить стационарные уборные. Также в рамках программы «Антитеррор» в этом году на пляже установили видеонаблюдение. По итогу Нахимовец производит приятное впечатление. Комфортно отдохнуть здесь могут и люди на инвалидных колясках, и с детьми. Здесь достаточно чисто, но мы снижаем баллы за уборку биотуалетов. Шестерку ставим за навесы, которые располагаются строго над платными шезлонгами. Итого пляж Нахимовец набрал 94 балла из 100. Александра Ковалева, Александр Тарасенко. Новости Севастополя.